Всем привет! Я, как всегда, к вам с новым рецептом. И по традиции это будет не только вкусно. В этой рубрике мы с вами готовим из простых и полезных ингредиентов, а еще уделяем внимание на сервировку, чтобы от одного вида блюда у нас просыпался аппетит. В меню соленая закуска сырные колобки. С сырных колобков можно начать день, и это будет нестандартный вкусный завтрак. Либо приготовить их как закуску за 15 минут, ну если вдруг нагрянули друзья. Берем творог рассыпчатый 100 граммов, твердый сыр, лучше сулугуни или дорблюм, также 100 граммов, 2 яйца, соль, перец, любимые травы. Наши сырные колобки закуска с пользой. В классических рецептах, например, есть масло, добавляют иногда майонез, а жарят все это дело во фритюре. Мы же с вами обойдемся без всех этих вредных изысков, и я обещаю, это будет вкусно. Сухой рассыпчатый творог отправляем в глубокую миску. Сюда же разбиваем яйца, белки отдельно. Натираем сыр, лучше мельче. Сыр мы с вами дотерли, и пришло время белков. Мы не первый раз с вами уже отделяем их от желтков. Это прием для того, чтобы наше блюдо стало более пышным и воздушным. Это будет работать со всем, что вы запекаете в духовке с омлетом, с кексом, ну или творожной запеканкой. В общем, пробуйте. Взбиваем белки со щепоткой соли. Несколько минут, и у нас с вами густая пена. Аккуратно вмешиваем ее в сырно-творожную массу, добавляем травки. Чтобы наши колобки в печке не расплылись, не превратились в оладушки, нам нужно их запанировать. Но обычные панировочные сухари – это пустые калории, причем немалые. Я же предлагаю измельчить пшено или гречку в блендере и уже в этой крошке панировать наши будущие шарики. И это еще добавит интересный вкусовой оттенок. Формируем колобки, укутываем их в крупяную крошку и выкладываем на противень. Прячем в печку на 10 минут. Жар 200 градусов. У нас вышло 11 сырных помпушек в 1,65 калорий. Белков 5, жиров 6, углеводов меньше грамма. Наши сырные колобки оказались товарищами привередливыми, поэтому они превратились в сырные плюшки. И есть их лучше с пылу с жару, пока горячие. Поэтому я с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита!